Михаил Зощенко, Кошка и Люди. Печка у меня очень плохая. Вся моя семья завсегда угорает через неё. А чёртов жакт починку производить отказывается. Экономит для очередной растраты. Давеча осматривали эту мою печку. В южке глядели, ныряли туда вовнутрь головой. — Нету, — говорят, — жить можно. — Товарищи, — говорю, — довольно стыдно такие слова произносить. Жить можно. Мы завсегда угораем через вашу печку. Давеча кошка даже угорела. Её тошнило давеча у ведра. А вы говорите, жить можно. Председатель жакта говорит. — Тогда, — говорит, — устроим сейчас опыт и посмотрим, угорает ли ваша печка. Ежели мы сейчас после топки угорим, ваше счастье переложим. Ежели не угорим, извиняемся за отопление. Затопили мы печку. Расположились вокруг её. Сидим, нюхаем. Так у в южке сел председатель. Так секретарь грибоедов. А так на моей кровати казначей. Вскоре стал, конечно, угар по комнате проноситься. Председатель понюхал и говорит. — Нету. Не ощущается. Идёт тёплый дух и только. Казначей жаба говорит. — Вполне отличная атмосфера. И нюхать её можно. Голова через это не ослабевает. У меня, — говорит, — в квартире атмосфера хуже воняет. Я, — говорит, — не скулю понапрасну, а тут совершенно дух ровный. Я говорю. Да как же, помилуйте, ровный. Эван, как газ струится. Председатель говорит. — Позовите кошку. Ежели она будет смирно сидеть, значит, нихрена нету. Животное завсегда в этом бескорыстно. Это не человек. На неё можно положиться. Приходит кошка. Садится на кровать. Сидит тихо. И ясное дело тихо. Она несколько привыкшая. — Нету, — говорит председатель. — Извиняемся. Вдруг казначей покачнулся на кровати и говорит. — Мне надо, знаете, спешно идти по делу. А сам подходит до окна и в щёлку дышит. И сам стоит зелёный и прямо на ногах качается. Председатель говорит. — Сейчас все пойдём. Я оттянул его от окна. Так, говорю, нельзя экспертизу строить. Он говорит. — Пожалуйста, могу отойти. Мне ваш воздух вполне полезный. Натуральный воздух, годный для здоровья. Ремонта я вам не могу делать. Печка нормальная. А через полчаса, когда этого самого председателя ложили на носилки и затем задвигали носилки в карету скорой помощи, я опять с ним разговаривался. Я говорю. — Ну как? — Да нет, — говорит. — Не будет ремонта. Жить можно. Так и не починили. Ну что ж делать? Привыкаю. Человек не блоха. Ко всему может привыкнуть. 1928 год. Любизные слушатели, любители и ценители литературы, прошу вас поддержать моё усердие при помощи соцсети ВКонтакте и канала Бусти. Ссылки в описании. Заранее благодарна.